Напомню, что мы оцениваем поле конкуренции, значимость сил. И поэтому сейчас мы оцениваем каждую из возможных вот этих сил. Вот сейчас возможность появления новых конкурентов. Влияние поставщиков ресурсов? Ну, это может быть все, что угодно. Вопрос, есть ли… Дело в том, что в ряде сегментов этой зависимости вообще не существует. Поэтому не значит, что этот вектор вообще должен быть. Ну, то есть мы все что-то покупаем, но часто мы от этого совершенно не зависим. Мы можем там очень легко переключаться. Вот тогда зависимость высокая. У вас нет выбора, вы должны оттуда покупать. Если там будет расти цены, то, собственно, большого выбора у вас нет. А, квалификация. Квалификация. Это имеется в виду компетенция покупателя. Насколько он адекватно понимает, что он должен покупать. Ну, я возьму для примера так. Рынок вина, да. Вот. Если мы оцениваем, например, средний класс, то… Мидл, да. То мы можем сказать, что его квалификация растет, но пока, в общем-то, незначительно. То есть не очень люди хорошо разбираются в винах и какое вино там уместно покупать. Часто там берут красное, французское, то есть там Мервот, да, то есть выбирают. Но можно считать, что квалификация низкая. Нет, как повышение выбора. Дайте-ка я посмотрю, если можно. Насколько, в принципе, повышение выбора, насколько на рынке появляются новые продукты, насколько покупатель растет, его возможность выбирать. Повышение выбора – это как бы… Увеличение. А? Увеличение. Да, это увеличение, насколько он растет в сегменте. Бывает, что он достаточно ограничен, да, там вот есть постоянные предложения. Бывает, что предложения постоянно обновляются. И, к примеру, если покупатель динамичен, не квалифицирован, не привержен какой-то марки, то он довольно легко кидается на любую новинку. Дорогие предложения, да? Да, примерно так. Потому что, чем более покупатель квалифицирован, тем, ну, меньше он склонен рыскать от марки к марке, да, вот поставщика к поставщику, да. Чем менее он квалифицирован, он все равно, да. То есть, получив там любое красное вино в пределах интересующей цены, с рисунком там, какого-нибудь замка там, или женского лица, он это берет, да, там, так. Поэтому тут и есть места для дополнительного дописывания, как я уже говорил. Ни одна из матриц не является конечной. Всего лишь иллюстрация подхода, да, и вы можете вполне настроить эту матрицу под свой рынок. Если есть существенные факторы, главное понимать, что мы не должны туда писать все, а то, что влияет. Что влияет в вашем сегменте, я и богу не знаю. Нет, просто влияет, потому что она может влиять очень сильно на вопрос. Она на всех влияет. Она на всех влияет или только на вас? Ну, тогда, собственно, что мы с ней делать-то будем? Он не набрелся. А? Он не набрелся. Сильно влияет. Нас интересуют те факторы, которые могут меняться, могут выборочно влиять на различных участников рынка. И, скорее всего, управляемые какие-то факторы, да, которые мы должны либо учитывать, либо управлять. Но которые могут иметь ключевое значение. Но если оно для всех равно, то не все ли равно? На всех светит солнце, да? И на всех равно влияет. Да, и на всех равно влияет. Это просто не надо брать в голову, это надо учитывать в других аспектах, но не здесь. Следующий момент. Когда мы провели анализ поля конкуренции, то мы можем по итоговой оценке выяснить, какая конкурентная сила проявляет себя наиболее значимой. Ну, по модели портера, да? То есть на что следует обращать внимание в первую очередь? Помните, мы говорили, векторы рынка. На что обращать внимание? На какую часть? На что именно? Вопрос номер три. Что вызывает изменения деловой окружающей среды и конкурентной структуры бизнеса? Значит, есть различные вопросы. Значит, мы должны фактически выявить вот эти факторы ключевые. Что влияет? Еще раз говорю, то, что написано, это иллюстративный характер. Может это влиять, может влиять другое. Следующий пример. Как можно оценить позиции конкурентов? Пример такой, ну, карта, что ли, позиционирования. Она дана на примере ювелирной отрасли Соединенных Штатов Америки. То есть мы имеем две оси. Например, цена, качество, имидж и ассортимент. И мы можем на этих осях разместить конкурирующие компании. Если нам не нравятся эти оси, да, оси позиционирования, мы можем выбрать какие-то другие, более актуальные для нашего сегмента. Да, ну, как показано в примечаниях, размеры окружностей можно сделать пропорционально примерным долям рынка. Кстати, в ряде случаев такая таблица хорошо позволяет как раз понять, кого гонять по рынку. А? Ну, в смысле, у кого отбирать что-то? Да, пельмени. Да, вот точно так. Я, в принципе, вообще за визуализацию каких-то представлений, да, искать для этого подходящие формы, так гораздо легче рассуждать всегда. Да, вам понятно, другим понятно. И готовя какую-то презентацию, презентация такого рода, да еще с какой-то иллюстрацией в виде слона, да, она всегда убедительнее, чем просто ваш устный доклад. Следующий вопрос. Какие стратегические действия можно ожидать от конкурентов? Что я рекомендую? На свободной страничке вот здесь попробуйте написать список своих конкурентов, причем выделить две колоночки, да, тех, кого мы хотим, ну, рассматриваем как добычу. И тех, кого мы, может быть, склонны опасаться, да, сделайте себе два списка. Прямо здесь. Напоминаю для тех, кто очень опасается, откуда я знаю, да, или как-то вот, как это я напишу, что это всего лишь пока предварительный анализ, да, мы все можем зачерпнуть, все можем переписать. То есть мы еще ничего не делаем, мы только думаем. Список конкурентов. Не важно. Два списка конкурентов. Первый список — это кого мы рассматриваем как потенциальных объектов для отъема. Да, и второй список — это тех, от кого мы опасаемся каких-то гадостей. Просмотрите свои прежние списки, да, то есть мы должны рано или поздно выйти на список конкурентов. Одни, которых нас могут укусить, других, которых мы хотим укусить. Подумайте над этим, да. Потому что дальше я вам предложу провести анализ, если у вас нет сейчас списка, то вам довольно трудно будет проанализировать. Первый списочек, кого мы хотим отобрать, там, поставьте 1, 1, 1, 2, 1, 3. Второй списочек — 2, 2, 2, 3, там, и так далее. Это нам сейчас пригодится, просто сделайте такой списочек. Если конкурент не обладает какой-то слабостью, да, мы же говорим пока потенциально, мы еще не выбрали, мы так, может быть, рассматриваем, то тогда его есть можно. Если он равный, и мы не видим, где у него слабое место, то, собственно, не надо его трогать, он живет.